Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые коллеги. Приветствую всех в агентстве городских новостей Москва. Сегодняшняя наша пресс-конференция на тему «Как защитить свои родительские права и соблюсти интересы ребёнка после развода». Позвольте я представлю наших сегодняшних спикеров. Ярославская Ольга Владимировна, уполномоченная по правам ребёнка города Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Клюев Станислав Владимирович, президент Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя, эксперт Национальной родительской ассоциации. Добрый день. Суходин Александр Александрович, директор Академии стратегических инициатив, член научно-консультативного совета Российского психологического общества, эксперт-психолог. Александр, здравствуйте. Сенина Елена Николаевна, почётный адвокат России, директор Института медиации РАН. Здравствуйте. Здравствуйте. И Попков Максим Борисович, общественный деятель, член общественной академии национальной безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, после спикеров вы можете задать себе свои вопросы через нашу веб-форму на нашем сайте. Давайте начнём. Ольга Владимировна, вам слава. Включай не прошло, да? А, включай. Ну, понятно, что проблема... Работает? Да, отлично. Проблема, которую мы сегодня здесь хотим обсудить, она не с сегодняшнего дня, она имеет уже длительные корни, длительное время она существует в обществе, в нашем, и, к сожалению, она никаким образом не разрешается. И по количеству обращений, которые проходят в аппарат уполномоченного, эта проблема... Это является лакмусовой бумажкой проблемы общества обращения в аппарат уполномоченного по защите прав человека и по защите прав ребёнка. Традиционно высокое количество обращений ежегодно поступает. Около 300 ежегодно мы получаем таких обращений. Ещё раз хочу, кстати, обратить ваше внимание, что в аппарат уполномоченного обращаются только самые отчаявшиеся и потерявшие всякую надежду на помощь со стороны государства, и, можно сказать, даже справедливость. И к своему ужасу я могу сказать, что чаще всего именно в этих случаях мы не можем помочь. Именно по этой проблеме мы помочь не можем. Если вот все проблемы для уполномоченного по правам ребёнка, человека, имеют какой-то выход, и мы разрешаем в той или иной степени любой вопрос, то вот это для нас самое ужасное обращение для меня точно, потому что я чувствую совершенно полное своё бессилие. Почему же это бессилие происходит? Потому что законодательством предусмотрено всё. Ну, жила семья, прекрасно жила, любили друг друга, поженились, детей сделали. То есть всё хорошо, быт совместный. А потом что-то не заладилось, и семья с лёгкостью наверняка расстаётся, не пытаясь даже договориться о том, а что будет с их детьми. Потому что я сейчас не хочу говорить ни о маме, ни о папе. Я хочу говорить о том ребёнке или о тех детях, которые не могут у себя внутри поделить маму и папу. Они любят маму и папу одинаково. И даже при разных внешних проявлениях, как кажется взрослым, внутри ребёнок не может поделить. Он любит одинаково всех. Это то же самое, что оторвать у ребёнка половину кого-то, разрубить его сердце напополам. Мне всегда вспоминается Соломонова притча. Знаете, когда две женщины за одного ребёнка дрались, а потом пришли к Соломону и говорят, скажи, чей ребёнок? Ну, он достаёт меч и говорит, ну, рубить его пополам. И родная мать сказала, я отказываюсь от этого ребёнка. А другая говорит, рубите, дайте мне половину. И вот то же самое это делают семьи, которые в жесточайшей борьбе не только отсуживают. Суд-то, вот я как раз, извините, прервала свою мысль, что судебное решение вполне цивилизованно. Закон предусматривает. Подаются иски в суд на право общения с ребёнком, на порядок общения, на порядок проживания, с кем проживает ребёнок. Суд принимает решение. Ну, казалось бы, вот всё должно восполнять решение, и всё будет хорошо. А нет. И тут начинается самое интересное. Что оказывается, родители, когда не входили в суд, они не договорились, они не хотят договариваться, им плевать на то, что, извините за сленг, что будет решать суд. У них свой сценарий развития событий в голове. И после решения суда один из родителей почему-то считает вполне себе возможным выкрасть ребёнка и спрятать его, менять место жительства и так далее. Или другой родитель, который считает, что тоже не указ, я не буду давать ребёнка общаться ни с мамой, ни с папой, не хочу исполнять решение суда. Мы дважды уже обращались в Минюст, аппарату полномоченного, с тем, чтобы Минюст рассмотрел возможность уголовного наказания для тех родителей, которые не исполняют решение суда. На сегодняшний день этой меры нет. Есть только небольшой штраф по 5,35, который, говорит родитель, моя, я и так не делаете. Служба судебных приставов, вы можете сказать, а что же она делает? Почему же они не следят за тем, за исполнением судебных решений? Служба судебных приставов не может насильно вытаскивать ребёнка из квартиры. Что получается? Ведь родителю надо выиграть время тому, который замыслил не исполнять решение суда и который хочет настроить ребёнка против другого родителя. Настроить ребёнка очень просто, достаточно несколько месяцев. Через полгода ребёнок уже возненавидит своего бывшего родителя, как он будет транслировать. Внутри у него всё будет разрываться, он будет плакать. У него, сейчас я расскажу, что мы предполагаем, с ребёнком происходит. Но транслировать, боясь огорчить того родителя, с кем он проживает, он будет говорить, я не хочу, я не буду, я не пойду, я тебя ненавижу и так далее. Открывается дверь, приходит судебный пристав, приглашают ребёнка к другому родителю. Ребёнок начинает кричать, и судебный пристав закрывает дверь и уходит. Исполнить это практически невозможно без насилия над ребёнком, что является повторной травмой. Теперь я бы хотела всё-таки немножечко лирики сказать. Понимаете, вот у нас сегодня в апреле в Москве побит рекорд по заключению браков. 9 тысяч браков заключено в Москве, это, по-моему, рекорд с 2012 года побит. И я очень радуюсь этому, потому что, ну, конечно, это замечательно. Но когда я вижу количество разводов, а всё почему это происходит? А происходит это потому, что у нас с вами немножечко трансформировались ценности. И ценность семьи в нашем обществе, к сожалению, не стоит на первом месте сейчас. И поэтому с такой лёгкостью, может быть, мы заключаем браки, но ещё с большей лёгкостью мы расстаёмся. Причины этого могут быть самые разные. От того, что мы сами уже, ну, сейчас, когда молодёжь вступает в брак, люди молодые, они сами уже имеют травмирующий опыт, и опыт в своей семье, и отчимов, и мачех, и так далее. И им это не кажется чем-то из ряда вон, им кажется, что это уже норма. А на самом деле это не норма. Норма один раз она всю жизнь, по большой любви, светлой и чистой. И, ну, для этого нужно начинать с подростков, нужно начинать с воспитания, нужно начинать с общества, с обозначением семейных ценностей и скрепов, и, может быть, тогда что-то изменится. Отчуждая ребёнка от одного из родителей, мы отрываем ребёнка не только от мамы и папы, от мамы или от папы, мы отнимаем ребёнка полностью от корневого, от родословного древа. Понимаете, мы ополовиниваем ребёнка абсолютно. То есть мы его обкрадываем не только эмоционально, мы его обкрадываем даже по родословной по его, пытаясь ластиком вычеркнуть то, что заложено в нём, в его крови, в его генах. Если мы наблюдаем, вы знаете, вот ребята, которые переходят, детей, я как педагог сейчас скажу, ребята, которые пережили тяжелейший развод, видно. В класс заходишь, этих детей видно. Как видно? А видно, потому что эти дети отличаются. Подумайте об этом, родители. Если вам кажется, вы допригляделись, вам не видно. А вот педагогам и профессиональным видно. Мы обсуждали это с медиками, мы обсуждали это с педагогами, с психологами. Вот этот травматический синдром, который после тяжёлых разводов дети с собой несут, они, вам кажется, может быть, это всё вот сейчас, ну что, так же, ходят в школу, всё вроде так. Ну да, тики могут быть. Ну пройдёт. Но это не от этого, это там от чего-то от другого. А вы подумайте о том, что дети потом на такой же модели будут свою семью строить. Это же так же. Или вообще не откажутся от создания семьи. Или откажутся от рождения детей, потому что этот опыт уйдёт с ними во взрослую жизнь. Вот именно сегодня я бы хотела это обсудить с этими замечательными, с нашими ребятами, со спикерами. Идея этой пресс-конференции, конечно, принадлежит ребятам, что я поддержала очень. Потому что проблема эта. О ней надо говорить всегда. О ней надо говорить много. и говорить на экспертном уровне, доказывая родителям, вот таким нерадивым родителям, о том, что если вы любите своего ребёнка, садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. И потом идите в суд. Спасибо, Ольга Владимировна. Станислав Владимирович, передаю. Станислав так выдохнул. Вам слово передаю. Меня слышно, да? Коллеги, да. Я дополню, хотя уже действительно практически все аспекты обозначены проблемы. Проблема отчуждения семьи ребёнка, как последствия развода родителей, является актуальной современной проблемой российского общества. И относится к области традиционных семейных российских духовно-нравственных ценностей. А точнее, является актуальной угрозой нашим традиционным семейным ценностям. На сегодня в России порядка 11 миллионов детей, это каждый третий ребёнок, живёт с одним родителем. Вслед за одной бедой, разводом родителей к ребёнку, как правило, приходит вторая беда – отчуждение одного из родителей. Взрослые, проживающие с ребёнком, выдавливают, стирают из жизни ребёнка родителя, проживающего отдельно. Можно говорить о новом виде социального сиротства, когда при живых родителях в жизни ребёнка полностью перестаёт присутствовать один из двух родителей. При этом отчуждённый родитель жив, желает участвовать в жизни ребёнка, в его воспитании, но не может фактически это сделать, в силу ряда выстроенных между ним и его ребёнком барьеров. Родителю, проживающему отдельно, выстраиваются различные препятствия для участия в жизни ребёнка. В науке это явление известно как родительский гейткиппинг. Одновременно ребёнку индуцируется негативное отношение к отдельно проживающему родителю, в результате чего его психика приходит в устойчивое аномальное состояние, формируется так называемый синдром отчуждения родителя. Ребёнок начинает игнорировать второго родителя, отказывается в любой форме контактировать с ним, исполнять судебные решения о порядке общения родителя и ребёнка. Отвержение отца или матери при этом перерастает и на иных членов семьи, связанных с отвергаемым родителем. Состояние отчуждения растягивается на годы и десятилетия, в течение которых ребёнок может быть равнодушен к самому факту существования у него родителя, дедушки, бабушки, брата или сестры. Отчуждение родителя влечёт серьёзные психосоциальные нарушения у детей, заболевания психосоматического характера, проблемы в личной жизни, психические отклонения, суициды, потерю ребёнком личностной, семейной, родовой идентичности. Вырастая, такие дети почти всегда не восстанавливают полноценных отношений с целевым отчуждаемым родителем, испытывают трудности в создании своей собственной семьи, а вступив в брак, повторяют судьбу своих родителей, инициируя развод и последующее отчуждение уже собственного ребёнка. Таким образом, с точки зрения психологии, речь идёт о межпоколенческой психологической травме. Всё это негативно влияет на демографию страны, создаёт постоянно нарастающую социальную напряжённость, в первую очередь за счёт роста многомиллионной массы родителей, лишённых фактической возможности воспитывать своих детей и передавать им свой личный и родовой опыт, размывают традиционные российские духовно-нравственные ценности, к числу которых относятся, в частности, почитание родителей, уважение старших, традиционная семья. А в целом, таким образом, угрожают национальной безопасности Российской Федерации. Ключевая задача в связи с этим – минимизировать последствия развода родителей для ребёнка, сохранить детям, чья психика и так сильно пострадала, хотя бы разделённую семью и связь со всеми своими родственниками, обеспечить преемственность поколений. В последние годы проблема отчуждения родителей иных членов семьи активно обсуждается на различных площадках, как регионального, так и федерального уровня. Из самых крупных могу перечислить круглый стол приуполномоченным по правам человека в Российской Федерации в августе 2020 года, два круглых стола, проведённых Общероссийским народным фронтом в марте-августе прошлого года, круглый стол благополучия детей и молодёжи в России, прошедший в рамках 20-х кутафинских чтений в ноябре, прошлого года, 18-й Общероссийский съезд региональных уполномоченных по правам ребёнка, состоявшийся в январе текущего года. Не первый год проблема отчуждения семьи обсуждается на ежегодной конференции «Школа одарённых родителей», проводимых Национальной родительской ассоциацией во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации. Более трёх лет назад при Санкт-Петербургском институте психологического консультирования по инициативе членов семей, столкнувшихся с отчуждением ребёнка, была создана Национальная ассоциация исследователей синдрома отчуждения родителя в форме общественного объединения. Проведённая институтом работа по исследованию психологического синдрома отчуждения семьи позволила привлечь к научным исследованиям ряд отечественных учёных и специалистов практика в области психологии, права, психиатрии, социологии, педагогики и теологии. Удалось наладить взаимодействие со специалистами по психическому здоровью и детской и семейной психологии в других странах для обмена опытом. Задача, стоящая перед нашей ассоциацией, – расширение взаимодействия и синхронизация ответов на новый социальный вызов – отчуждение семьи. Основная деятельность ассоциации при этом носит исследовательский и просветительский характер. В настоящее время ассоциация приобрела статус юридического лица в форме автономной некоммерческой организации поддержки традиционных семейных ценностей с дислокацией в Москве. Есть положительный опыт проведения многочисленных просветительских семинаров по линии региональных департаментов социальной политики и образования. Разработаны спецкурсы для практикующих психологов и сотрудников органов опеки. Второй год работает федеральная горячая телефонная линия помощи семьям, столкнувшимся с проблемой отчуждения. В мае 2021 года в Санкт-Петербурге при поддержке Национальной родительской ассоциации и Ассоциации родительских комитетов и сообществ состоялась первая международная научно-практическая конференция по проблеме отчуждения родителя «Мы любим вас обоих». В работе которой приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты по проблеме отчуждения родителя, включая психологов, психиатров, юристов, общественных деятелей, представителей общественных организаций семейной направленности, священнослужителей, региональных уполномоченных по правам ребенка. По итогам конференции выпущен первый в России сборник научных статей по проблеме отчуждения родителя. В настоящее время ведется подготовка к проведению второй международной научно-практической конференции по проблеме отчуждения семьи «Семья и дети. Междисциплинарный подход», которая должна состояться в ближайшее время. Подробности по подготовке вы можете посмотреть на нашем сайте. 26 мая запланирована первая часть пленарного заседания этой конференции. Проблема отчуждения семьи носит комплексный характер, соответственно, решение также комплексное. Так, психологические и медицинские аспекты проблемы включают в себя вопросы психологической диагностики и помощи семьям и, в первую очередь, детям. Важным элементом при этом является психологический синдром отчуждения родителей иных членов семьи, развивающегося у ребенка, травматизация и устойчивое изменение психики ребенка, межпоколенческий характер психологической травмы, краткосрочные и долгосрочные последствия отчуждения для ребенка, заболевания психосоматического характера, психические и поведенческие расстройства. Дискуссионным является вопрос о необходимости выделения отдельного кода в международном классификаторе болезни для развивающихся у ребенка психических и поведенческих расстройств или достаточности уже имеющихся в МКБ диагнозов. К этому же блоку проблематики относятся и вопросы психологической помощи отчужденным родителям и иным членам семьи ребенка. Существенную часть исследований занимает выяснение последствий отцовской либо материнской депривации в сензитивные периоды, влияние реального присутствия в жизни ребенка каждого из родителей для формирования личности, для гармоничного развития. К сожалению, приходится констатировать, что подавляющее большинство специалистов органов опеки на сегодня надлежащим образом не готовы реагировать на ситуацию отчуждения семьи, не готовы эффективно защищать интересы ребенка, когда внутрисемейные его связи рвутся взрослыми. В функции специалистов органов опеки входит помощь семье для восстановления нарушенных детско-родительских отношений, социальных связей и привязанностей. Однако, когда семьи, столкнувшиеся с отчуждением, приходят за помощью в опеку, они там эту помощь находят не всегда, далеко не всегда. Аналогичным образом, также не все школы на сегодня готовы стать форпостом для раннего выявления признаков отчуждения семьи и первой психологической помощи ребенку, хотя появившийся недавно регламент работы школьных психологических служб безусловно движение в правильном направлении. В связи с этим встает вопрос о профессиональных компетенциях, которыми на современном этапе должны обладать должностные лица, уполненномоченные на защиту прав и интересов детей. Работа с индуцированными детьми, отчужденными членами семьи, требует специальной теоретической и практической подготовки. Вытовых житейских знаний о том, что ребенок настроен против отца или матери, и рекомендации родителям помириться или дать ребенку успокоиться, или подождать, пока ребенок подрастет и сам все поймет, для разрешения ситуации категорически недостаточно. Требуется повышение квалификации в сфере психологии, в отдельных случаях профессиональная переподготовка. Правовые аспекты проблемы касаются законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере семейных отношений, прав и ответственности родителей, наилучших интересов детей и родителей с учетом тех особенностей, которые возникают при раздельном проживании родителей. И в отношении законодательства, в отношении правоприменения следует отметить, что они уже давно отстают от реальных общественных отношений, требуют корректировки с учетом распространения такого социального зла, как отчуждение семьи. К примеру, законодатель ориентирует рассматривать любые дела, касающиеся детей, исходя из наилучших интересов детей. Однако ни в одном нормативном акте нет даже попытки этим самым наилучшим интересам дать определение. Безусловно, сама по себе такая неограниченная широта усмотрения для правоприменителя – это крупцогенный фактор и источник социальной напряженности. Всякая ценность нуждается в расшифровке, осмыслении и определении, иначе она остаётся в разряде лозунгов «за всё хорошее против всего плохого». Руководствоваться наилучшими интересами детей, не имея их вербализации, визуализации – это означает брести в сторону демагогии и бесплодных лозунгов. До сих пор отсутствует нормативное определение самой семьи, не говоря уже об откровенной путанице с терминами «неполная семья», «мать-одиночка», «одинокий отец», что позволяет существовать в документах различным злоупотреблением и парадоксом. К примеру, когда ребёнок проживает после развода с матерью, это ребёнок в неполной семье. А если мать повторно вышла замуж, в таком случае ребёнок уже якобы живёт в полной семье. Детско-родительская привязанность, семейные связи ребёнка должны стать самостоятельными объектами защиты со стороны государства. Вместо того, чтобы заметить очевидный анахронизм института алиментов без верхней планки алиментных платежей, определяющих границу разумности и справедливости, и вести давно назревающую презумпцию постразводного паритетного проживания ребёнка с обоими родителями, мы наблюдаем всё новые законодательные инициативы в направлении ужесточения карательной практики и поражения в правах отдельно проживающего родителя, плательщика алиментов. Только ленивый уже не говорил о совершенно недопустимом перекосе судебной практики, по которой 95% детей после развода родителей определяется жить с матерями, независимо от характеристик отца и условий жизни у него дома. Важно, чтобы у ребёнка с самого раннего детства было общение с обоими родителями, без чего не будет надлежащего развития личности и формирования необходимых черт характера. Сложившаяся судебная практика, тем не менее, фактически исключает отцов и родственников ребёнка по отцовской линии из участия в жизни подрастающего поколения, является дестабилизирующим общество фактором. На этом фоне расцветает алиментный бизнес, а количество и доля разводов неуклонно растёт. Сюда же относятся и проблемы определения порядка исполнения проживающим отдельно родителям своих родительских прав. Определяемый судом гарантированный ребёнку минимум участия в его жизни второго родителя на практике уже давно стал трактоваться как максимум, через который второй родитель переступить не имеет права. Все попытки такого родителя увидеться собственным ребёнком вне установленного судом графика, который к ужасу своему в среднем не превышает несколько часов в месяц, толкуются и вторым родителям, и школой, и детским садиком, и даже правоохранительными органами и органами административной юрисдикции, как якобы недопустимые. Откровенно диверсионным при этом выглядит инициатива отдельных некоммерческих организаций, общественных деятелей, должностных лиц в последние 2-3 года инициировать возбуждение уголовных дел в отношении родителей, которые годами не видят своих детей, разыскивают их по всей стране, а найдя, пытаются побыть с ними хоть какое-то время и съездить с ними в отпуск. Важной частью проблематики отчуждения семьи является практика исполнения, а правильнее было бы сказать практика неисполнения судебных решений о порядке общения ребёнка с родителем, проживающим отдельно. Во многом это обусловлено внедрением судебной акты формулировок по желанию ребёнка, с учётом мнения ребёнка, с учётом занятости ребёнка и тому подобных. Такие новеллы фактически вывели детей из-под действия положений статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации об обязательности для исполнения вступивших в законную силу судебных актов всеми гражданами, всеми должностными лицами, организациями и органами власти. Они сводят на нет и обессмысливают весь многолетний судебный процесс по определению местожительства ребёнка и порядка общения с отдельно проживающим родителем. А самое главное, неизбежно создают условия для злоупотреблений со стороны взрослых, с которыми проживает ребёнок, стимулируя их к отчуждению ребёнка от второго родителя и от части его семьи. Убеждён, что у ребёнка нет права отказываться от встреч, общения с нелишёнными родительских прав отцом или матерью. Нет права отказываться от воспитания матерью или отцом. Нет права быть судьёй отцу или матери. Точно так же, как у него нет права употреблять наркотики, совать руку в огонь, пальцы в розетку, пробовать наугад таблетки в аптечке, не учиться в школе, прыгать с 15 этажа. А тот, кто внушает ребёнку, что у него есть такое право, кто словами или молчанием поддерживает в ребёнке мысль, что у него есть право, враг ребёнку. И ребёнок от его вредного влияния неизбежно должен быть ограждён. Никому ведь не приходит в голову отправлять или не отправлять ребёнка утром в школу по его желанию или оказывать ему медицинскую помощь с учётом его мнения. Однако исполнение родителями своих конституционных обязанностей по воспитанию ребёнка и защите его прав и интересов, исполнение вступившего в законную силу судебного акта почему-то, оказывается, можно обусловить мнением и желанием недееспособного субъекта права. Безусловно, нам необходимо смотреть в будущее, на перспективу, видеть долгосрочные последствия любого социального явления. Социологические аспекты проблем отчуждения семьи – это ответы на вопросы о влиянии феномена отчуждений на демографию в стране в целом, о том, как отчуждение семьи соотносится с задачами народоумножения и народосбережения с уровнем мужских и подростковых суицидов. Отечественные социологи сегодня активно изучают такое относительно новое, но уже ставшее массовым социальное явление, как родительский геткипинг, изучают последствия отчуждения не только для конкретных отчуждённых родителей, но и для общества в целом. Стараются проследить, как разрушение детско-родительской привязанности в детстве отражается на жизни ребёнка во взрослом возрасте, на его семейных, супружеских и родительских установках. Исследования в этом сегменте показывают разрушительные последствия отчуждения семьи для общества в целом. В значительной степени объясняют такие негативные социальные явления, как снижение количества браков, рост количества разводов, идеология child-free и многие другие. Исследования духовно-нравственных, педагогических и теологических аспектов отчуждения родителей и иных членов семьи позволяют увидеть содержательную часть данного феномена через призму традиционных российских семейных духовно-нравственных ценностей. И здесь находят объяснение причины распространения непочтительности к старшим, причины снижения патриотизма, интереса к истории семьи, рода и отечества, причины проблем формирования у молодого поколения национально-культурной и гражданской идентичности. Проблема культуры отмены всего русского, на которую в последние месяцы не раз обращали внимание президент России Владимир Владимирович Путин и патриарх Кирилл, очень схожа по своей человеконенавистнической природе с культурой отмены родителя. Сегодня культуру отмены мы наблюдаем не только по миру, но и в российских семьях. Но если в мире мы видим попытки отменить Россию и всё русское, то в отечественных семьях, прошедших через развод, в большинстве случаев мы наблюдаем попытки отменить отца или мать со всем их миром, родом, мнениями, семейной истории. Таким образом, коллеги, как я уже сказал, проблема носит комплексный характер. Ну и, соответственно, я думаю, что коллеги по ряду аспектов также дополняют введение этой проблемы. Спасибо. Александр Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, спасибо большое, Ольга Владимировна. Уже практически все основные аспекты, конечно же, обозначили по направлениям. Рад сегодня оказаться среди экспертов такого уровня. Но вместе с тем, как всегда, мои выступления, они, конечно же, скорее и начинаются и продолжаются именно на волне проблематизации того, что приходится наблюдать. Поясню, почему это происходит. У нас организация, она сопровождает брачно-семейные споры о воспитании детей, в том числе проводит судебно-психологические экспертизы однородной по гражданским делам воспитания детей и оказывает содействие в исполнении судебных решений о месте жительства, о порядке общения детей. Конечно же, проблемы возникают, как еще на стадии сутопроизводства, как верно отмечают коллеги, понятие интереса ребенка достаточно такое размытое. Если нормативно-правовые акты конкретно его содержания не определили, то, в принципе, в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации об усыновлении, о удочерении детей последнего 2006 года под интересами ребенка рекомендовали понимать создание благоприятных условий как материального, так и морального характера для их воспитания и всестороннего развития. Такое определение достаточно расплывчато и размывчато, и получается, что все-таки в каждом конкретном случае, по каждому конкретному гражданскому делу именно суд принимает решение, что же кроется в этом загадочном термине интереса ребенка. На сегодняшний день, как психолог-эксперт, могу отметить, что мы наблюдаем ряд проблем, связанных с тем, что назначаются ошибочные виды экспертиз при рассмотрении споров в воспитании детей. Постановка перечня вопросов на разрешение перед экспертами также относится к исключительной компетенции суда, и коль скоро это их, скажем так, дискреционные полномочия, протекающие из принципа самостоятельной власти, у нас очень часто эта самая экспертиза касается только относительно ребенка, либо нескольких детей. Но родители и их личностное качество, их стиль воспитания не исследуется. А вместе с тем хочу напомнить, почему вообще происходят эти ситуации, что семейные споры превращаются в такую затяжную битву. Чаще всего в ситуации высококонфликтных отношений у родителя, у одного либо обоих, могут обостряться их патохарактерологические личностные особенности, какие-то иные дефекты дисгармоничной личности, которые усугубляются в стадии конфликта и не дают возможности посмотреть трезво, рационально на ситуацию того, что же будет лучше для ребенка. Поэтому назначение экспертизы, оно здесь имеет превалирующее, наверное, значение все-таки для того, чтобы установить, кто из родителей имеет более гармоничные личностные особенности, более гармоничный стиль воспитания, у кого более адекватная, гибкая и прогностическая родительская позиция, которая способна предвосхитить, что же будет лучше для ребенка с позиции воспитания. Кажется, что правильным, что все-таки вот у нас есть прогрессивные суды, это Липецкая область, это Ростовская область, это Пермский край, где судьи, которые специализируются на рассмотрении семейных споров в воспитании детей, они имеют специальную дополнительную переподготовку. Если бы все-таки так было по всей стране, может быть, и проблем с разрешением данной категории споров было бы гораздо меньше. Но теперь, если даже как бы разобраться с тем, что вдруг в стадии судопроизводства все произошло достаточно хорошо. С чем обычно родители сталкиваются далее? Они получают исполнительный лист, и если спор конфликтный, чаще всего это обращение в службу судебных приставов, где что мы имеем далее? Мы имеем чаще всего должника родителя, с которым проживает ребенок, и, как правило, он индуцирует ребенка, то есть настраивает его против общения с отдельно проживающим родителем, либо стремится всячески вычеркнуть отдельно проживающего родителя и его родственников из жизни и судьбы ребенка. К сожалению, на сегодняшний день существующие меры принудительного исполнения, это часть 2 статьи 5.35 Клаперов, часть 3, они очень низкоэффективны с одной стороны, а с другой стороны их еще не так-то легко привести в жизнь, потому что дальше этот протокол будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, дальше его можно уже оспорить в судебном порядке и взять формально какие-то справочки, придумать уважительную причину, и в конечном итоге он будет отменен. Все эти походы с приставами к детям, наша организация, наши коллеги регулярно сопровождают эти самые исполнительные производства, они в конечном итоге сами по себе оказываются также травматичны для ребенка, потому что приходит человек в форме, приходит какой-то непонятный специалист, который впервые видит этого ребенка, и необходимо в очередной раз провести в ограниченных временных рамках исследование, и что сделать, установить мнение ребенка по отношению к ситуации совершения исполнительных действий. На сегодняшний день Федеральная служба судебных приставов России выпускала ряд инструктивных писем, которые посвящены тому, как следует поступать приставы при исполнительных производствах, связанных с испытаниями детей. При детальном ознакомлении этих самых писем, к какому выводу пришли мы? Мы в рамках реализации проекта, который получил поддержку от Фонда президентских грантов, готовили методические рекомендации конкретные, они у нас есть на сайте различной организации, были напечатаны и, соответственно, имеются в различных библиотечных фондах. Мы пришли к выводу о том, что на стадии исполнения судебного решения приставы предпочитают подменять понятие интереса ребенка, которое семейно-правовое, которое очень широкое по своему содержанию, которое учитывает в том числе и психологические категории различные, понятием мнения ребенка, либо отказ ребенка. И ставят перед психологами, которые привлекаются к участию в исполнительных производствах, всего-то лишь один коротенький вопрос. Установить мнение ребенка, либо отказ, в случае отказа установить причины этого отказа, является ли он самостоятельным, либо он является несамостоятельным мнением ребенка. И в случае, если он является самостоятельным, судебным приставным исполнителям предписано, рекомендовано обращаться в суд за прекращением исполнительного производства в связи с утратой возможности его исполнения. Получается крайне очень странная ситуация. С одной стороны, идет судопроизводство, которое длится порой полгода, год, полтора, с учетом жалования в апелляции в кассации, и не так-то сложно получить обоснованное судебное решение. Но потом, когда его родитель получает, вроде бы доказывая, что он нормальный, хочет жить и участвовать в судьбе ребенка, хочет всячески не только два часа общаться, но и передавать свои ценности, учить способ достижения целей, он почему-то оказывается на стадии исполнения судебного решения в очень неловкой ситуации, когда есть всего-то лишь одна категория мнения ребенка, и если вдруг это мнение ребенка самостоятельно, оказывается, что можно обесценить весь предыдущий длящийся процесс судебный. На наш взгляд, такая позиция, конечно же, она очень однобокая, не совсем правильная и, конечно же, не соответствует интересам ребенка. В интересах ребенка, как подчеркивается во всей научной литературе, и специальной, и возрастной, и психологической, то есть не только судебной, в интересах ребенка, если оба родителя все-таки здоровы, у них нет психических расстройств каких-то, регулярное систематическое общение с обоими из них и сохранение привязанности к обоим из них. Конечно же, решать проблему можно по-разному. Ольга Владимировна сказала, что можно, наверное, из административной отместственности предусматривать уже уголовную по отношению к родителям, можно искать пути какие-то различные в медиации, наверное, сейчас вы, коллега, расскажете об этом. Но на наш взгляд, все-таки на сегодняшний день ключевая задача – это обеспечить системное психологическое сопровождение разводящихся семей. Читая исследования западные по этому поводу, мы вот наблюдали, допустим, что если семья находится в стадии развода, то ей специализированные общественные организации, будь то Канада, Австралия, могут рассылать какие-то памятки, которые носят информирование о характер и характер просветительский, в которых будет прописано примерно и обозначено то, что ждет их ребенка либо детей в случае, если они не выйдут из ситуации конфликта. Эта рассылочка с информированием и с наглядными примерами, она все-таки в том числе имеет какой-то позитивный эффект. То есть родитель может прочитать, понять, как это скажется в будущем на судьбе их ребенка, который станет когда-то взрослой личностью и будет воспроизводить ровным счетом все те же травмы, все тот же образ семьи, в которой он вырос. И, конечно же, здесь, наверное, необходимо совершенствовать правовые нормы, которые касаются ФЗ об исполнительном производстве. Конкретно вот на чем хочется остановить внимание. У нас сегодня есть орган опеки и попечительства. На стадии исполнительного производства при передаче отобрания он привлекается с обязательным участием, совершаются подобные исполнительные действия. Однако же, что мы наблюдаем? Процессуального статуса органа опеки и попечительства на стадии исполнительного производства нет никакого, прав, обязанностей и ответственности нет. Единственная задача, которую они выполняют, это может быть им передан ребенок, если он находился в розыске и рядом нет взыскателя. Но тут же мы наблюдаем правовой пробел, оказывается, органы опеки и попечительства, согласно их ФЗ уже отсутствует права принять такого ребенка. То есть даже эту задачу они выполнить в соответствии с действующим законодательством не могут. Поэтому, конечно же, надо их наделять полномочиями, которые предусмотрены в 50-й статье ФЗ об исполнительном производстве, чтобы они могли и заявлять ходатайство, и знакомиться с материалами исполнительного производства, и каким-то образом вообще влиять на эту процедуру, то есть контролировать надлежащим образом исполнение судебного решения, вынесенного в интересах ребенка. Ну и непрозрачной остается, конечно же, процедура привлечения самих специалистов-психологов к участию в исполнительном производстве. Понятное дело, что они могут быть привлечены и по инициативе должника, и по инициативе изыскателя, и по инициативе самого пристава-исполнителя. Однако же специалистов-психологов, которые в действительности разобрались в этой теме и владеют специальными знаниями о том, для какой цели они привлекаются к участию на стадии исполнительного производства. Их достаточно в нашей стране мало. Чаще всего это, как правило, психолог, который отыгрывает интересы должника с учетом того, что он каким-то образом платит ему вознаграждение за выполненную работу. К сожалению, такие тоже встречаются. Таким образом, обобщая все вышесказанное, хочется сказать, что тема на действительности очень обширная, проблем очень много, и хочется верить, что это первая такая пресс-подход, как бы часть нашей совместной работы, которая в конечном итоге планомерно приведет все-таки к законодательным инициативам, которые найдут свое отражение, то есть в конечном итоге приведут к тому, что все это будет более эффективно и действенно решаться и реализовано. Спасибо большое. Елена Николаевна, Вам слово. Да, уважаемые коллеги, я постараюсь не повторяться. Большое спасибо за приглашение на столь значимое мероприятие. Я считаю, что в настоящее время ценности семьи – это главное, о чем мы должны все вместе подумать. И та тема, касающаяся детей, затронутая сегодня, она как никогда актуальна. Сегодня Ольга Владимировна уже использовала в своем выступлении такое слово, важное, как диалог. Вы знаете, да, действительно, сейчас площадки судов используются как возможность диалога, как возможность выяснения отношений между родителями, а не та площадка, которая должна отвечать интересам ребенка. Опять же, к сожалению, эта площадка является неконструктивной для диалога. Я хочу также привести небольшую притчу. У одного судьи встретились истец и ответчик, мама и папа, которые решали вопрос, с кем же будет проживать их ребенок. И судья спросил, он оказался очень мудрым, у папы. Папа, скажите, пожалуйста, а вы любите своего ребенка? Папа ответил, да, конечно, но что за вопрос, конечно, я люблю своего ребенка. Мама, а вы своего ребенка любите? Ну, естественно, я в суд пришла отстаивать его интересы. Хорошо, а как вы считаете, мама и папа, а я люблю вашего ребенка? Ну, нет, вы его даже не знаете, вы даже его не видели никогда. Так почему же вы считаете, родители, что я, человек, который не знает вашего ребенка, не любит его так, как вы, должен решить его судьбу? В этом, я считаю, проявляется то отсутствие пользы судебных процессов по спорам об определении места жительства ребенка, об установлении порядка общения с ребенком. И сегодня я больше хочу сказать о медиации, о конструктивном диалоге и о необходимости интеграции обязательной медиации в наше правоприменение. Я, как практикующий адвокат, сталкиваюсь, естественно, с семейными спорами и всегда мотивирую тех, кто обращается ко мне как к адвокату на прохождение процедуры медиации. Те судьи, которые, сегодня упоминал коллега, те субъекты Российской Федерации, которые преуспели, так скажем, в эффективном разрешении семейных споров с участием в отношении, с участием несовершеннолетних детей. Вот в этих регионах судьи, я это знаю наверняка, были обучены, прошли профессиональную переподготовку по медиации, по эффективным переговорам и сами мотивируют обратившиеся стороны на прохождение процедуры медиации, рассказывая о тех преимуществах, которые она дает. Так какие преимущества нам действительно дает законодательство? Существует уже более 10 лет закон 193 об альтернативном регулирование споров с участием посредника, процедуре медиации. Что такое семейный спор? Семейный спор от каких-то других споров, например, экономических, споров жилищных, споров по возвратам долгов, отличается большой подоплекой личностного. Так вот, как я уже сказала ранее, в судах, те, кто практикуют, те знают, нет возможности высказать все, что наболело. И эскалируется конфликт, эскалируются конфликтные ситуации. И на выходе, то есть на стадии того самого исполнительного производства мы сталкиваемся с тем, что конфликтность ситуации и отношения негативные друг к другу мамы и папы ребёнка гораздо выше, сильнее, больше, чем на стадии, когда они только решили, например, расторгнуть свой брак. Поэтому что такое медиация? Это особым образом организованные переговоры с участием нейтрального посредника медиатора. Нейтральность означает, что нет своего мнения у медиатора, он, используя свои конфликтологические компетенции, коммуникативные переговорные навыки, помогает сторонам достичь взаимоприемлемого решения, помогает как раз провести тот самый диалог. Почему нельзя напрямую? Да именно потому, что очень высока стадия и фаза конфликта, когда люди разводятся. Высока стадия и фаза конфликта, когда у людей возникают организационные вопросы по имуществу. И, соответственно, целый кластер проблем, таких как имущество, дети, алименты, вот с этими проблемами сталкиваются при расторжении брака. Медиация хороша тем, что она позволяет в одной процедуре решить все эти проблемы в совокупности. принять одно решение, которым, можно сказать, убить сразу всех зайцев, заключить медиативное соглашение. Что касается преимуществ медиации, это конфиденциальная процедура. Если судебное разбирательство, мы всегда можем узнать, кто с кем судился, то в медиации и медиатор, и стороны им запрещено разглашать то, что решается путем диалога в медиативной процедуре. Это подкупает также. И самое главное касательно вот этой специфики семейных споров, в медиации возможно неограниченное количество времени в удобном формате, в онлайн-формате сейчас часто проводится медиация, в какое угодно время, например, в субботу, в воскресенье, праздничный выходной день, в вечернее время, вот когда удобно, сколько удобно, столько и есть возможности переговорить друг с другом. Есть возможность индивидуальных встреч с медиатором. Они часто используются тогда, когда слишком высока степень конфликта, и невозможно друг на друга, так скажем, смотреть вот за одним столом, находясь. Какие проблемы законодательные сейчас существуют по медиации? Ну, нет обязательной медиации по семейным спорам. Я считаю, что по семейным спорам, особенно по спорам о детях, необходимо ввести обязательную медиацию до судебного порядка. То есть до обращения в суд надо обязательно потребовать обратиться к медиатору, который поможет найти это взаимоприемлемое решение. Сейчас я знаю, что многие коллеги и мы также в наше сообщество медиаторов практикуем во взаимодействии с судами. То есть судьи назначают процедуру медиации, вернее, предлагают ее пройти, многие соглашаются. И органы опеки и попечительства взаимодействуют с рядом медиаторов. Вот тут я хотела бы затронуть такую тему, как несовершенство уже законодательства о медиации. Я знаю, что есть медиаторы, которые привлекают детей в процедуру медиации. То есть они предлагают детям, не являясь ни детскими психологами, не являясь специалистами вот такого узкого профиля, не имея соответствующего опыта, что такое в суде опросить ребенка. Это значит, должен быть и психолог, и педагог, и родители удаляются в коридор. А тут медиаторы берут на себя все эти роли и считают такое возможным. Я категорически бы против этого возражала. И на дискуссию о том, что это невозможно привлекать детей в медиацию, медиаторы такие отвечают, что законам это не урегулировано. Если не запрещено, значит разрешено. Поэтому вот в этой части я также считаю, что нужно ввести, внести изменения в законодательство. Ну а о медиации я могу говорить, наверное, очень долго. Я вижу, что по времени должна уже завершать. Итак, если резюмировать свое выступление, я полагаю, что споры о детях должны решаться не в судах. Споры о детях должны переходить в формат не спора, а диалога. И прямой диалог часто невозможен. Поэтому присутствие нейтрального посредника, оно полезно. Спасибо. Спасибо большое, Елена Николаевна. Максим Борисович. Да, спасибо. Здравствуйте. Ну, я начну со слов благодарности Ольге Владимировне, потому что, Ольга Владимировна, такие люди, как вы, вселяют надежду, что всё-таки выход есть. Очень сложно не повториться за своими коллегами, потому что очень хорошие, качественные, плотные выступления. Но я, наверное, добавлю лишь немного с точки зрения именно национальной безопасности. Дело в том, что уже даже на уровне президента та проблема, которую мы сегодня обсуждаем, или её некая часть, уже выведена на уровень национальной безопасности. Потому что сложившиеся стечения обстоятельств, касающиеся и разводов, и вообще то, как протекает сейчас жизнь в наших семьях, это, конечно, не может не беспокоить, потому что это прямое следствие нашей неблагоприятной демографической ситуации в стране. Об этом говорит и президент, и во многих ведомствах. И вот, слава богу, как-то эта тема приобретает такой национальный статус для обсуждения. И для того, чтобы, ну не то, чтобы сгустить краски, а подтвердить это, я немного расскажу о том, что, давайте так, по роду деятельности я состою в нескольких, там в огромном количестве различных сообществ, я прочитываю большое количество чатов, и то, что происходит с родителями, которые искренне считают себя преданными своей страной, преданными своим правительствам, которые не смогли защитить их права и не смогли защитить права их детей. Да, конечно, это не в стопроцентном случае, но такие ноты звучат, особенно сейчас на фоне внешних наших событий, эти ноты звучат, как ни странно, ну это не странно, такие ноты начинают звучать намного ярче. Поэтому, конечно, с точки зрения национальной безопасности этот вопрос необходимо изучать. И вот уже в 2020 году, да, 14 августа 2020 года на круглом столе уполномоченного по президенте по правам человека прозвучала впервые та статистика, которая заставила задуматься очень многих. Дело в том, что рождаемость у взрослых, которые в детстве пережили синдром отчуждения, ниже, чем у взрослых, которые были воспитаны в детских домах. И если вы посмотрите просто на количественный аспект, то есть мы говорим о миллионах наших граждан, которые не могут регулировать свои отношения, входя в этап развода, когда распадается брак, не семья, потому что семья остается, она уже сложилась, по крайней мере, у ребёнка точно. Так вот, уже только этот факт требует изучения дополнительного внимания. И мы в очередной раз от лица всего сообщества просим обратить на это внимание, и если это возможно, то, конечно, инициировать на государственном уровне изучение этого вопроса. Нам необходима наша статистика, нам необходимо и обучение и органов опеки, и профессионалов. И вот коллеги говорили о том, что необходимо быть не просто психологом, но узкоспециализированным психологом, который может конструктивно, профессионально участвовать, например, в исполнительных действиях судебных приставов. Потому что даже и на моём опыте есть, когда приходят психологи, они, в общем-то, хорошие психологи, общего толка хороший психолог, но что делать непосредственно на исполнительных действиях, он даже не обучен. Мы много раз слышали о том, что проводятся там учения военные, значит, тут проводятся учения, но вы, наверное, никогда не слышали, что судебные приставы вместе с отделом, я не знаю, социальной защиты проводят учения по тому, как производить исполнительные действия. Таких учений не проводится. Издаются различные нормативные акты, письма. Вот я тоже, коллеги об этом говорили. Но в 2016 году, как раз, есть такое письмо, подписанное директором Федеральной службы судебных приставов в 2016 году, это был Сазанов, который конкретно здесь и говорит о том, что, ну, иными образом можно сделать вывод, что привлекать психолога нужно для того, чтобы доказать неисполнимость судебного решения. А судьи первой инстанции и коллеги апелляционного суда, значит, проделали свою работу некачественно. И для судебных приставов, как уже говорили, исполнение там, часть второй статьи 13 ГПК становится как будто необязательным. Всё это имеет масштаб не просто внутриведомственный, а именно национальный масштаб, потому что я бы хотел ещё поднять вопрос вообще о культуре сотрудничества и той культуре сотрудничества между ведомств, которая обязательно должна быть в этом комплексном вопросе. Вот Станислав говорил о том, что эта проблема, она не с одного боку зашла, она касается очень многого и педагогического аспекта в том числе. И я хочу поделиться тоже тревожным фактом, чтобы вы понимали, что на самом деле вот то отчуждение, о котором мы сегодня говорим, та проблема, которая уже существует, как эпидемия распространяется в нашем обществе, оно уже незаметно, как вот радиация присутствует и в педагогике тоже. Я лично видел, я даже сделал эту фотографию, к сожалению, вот я не подготовил слайд, это вот минус мне. В том числе контрольная работа в третьем классе разбираются, значит, там, задания, связанные с падежами, там, родительный падеж, винительный падеж и прочее, прочее. И на контрольном задании разбирается словосочетание «трусливый мальчик». Ни добрый, ни трудолюбивый, ни смелый, ни какой-нибудь, а учитель даёт задание разобрать, значит, по падежам словосочетание «трусливый мальчик». И не видит в этом ничего, скажем так, зазорного, потому что на мой вопрос, почему трусливый мальчик, она говорит, ну как же, трусость же это плохо. Вот мы, значит, обличаем это и говорим, что трусливому мальчику быть нехорошо. Как будто вот забыты те заветы педагогики о том, что только положительный пример является самым верным с точки зрения научания подрастающего поколения. Поэтому это тоже повод задуматься о том, как реагирует наше ведомство, как реагирует наше министерство на указ о стратегии национальной безопасности Российской Федерации, который был подписан президентом в июле прошлого года, 2021 года. Там описано очень много, очень подробно, там и экономическая безопасность, экологическая безопасность, и там информационная безопасность. И отдельно выведено такое направление, как защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей культуры и исторической памяти. И вот наблюдая за тем, что происходит вовне, слава Богу, за историческую память мы как-то взялись, но вот мне кажется, нужно понимать одно и самое главное, что любовь к родине начинается с любви внутри семьи. И если ребёнка не научат любить своего отца, свою маму, своего бабушку и дедушку, любить их вместе с тем, что они составляют, и историю своей семьи, то, конечно, очень сложно вырастить патриота страны и человек, который беззаветно будет любить и служить своей отчизне. Я в завершении, наверное, ещё скажу о том, что тоже не могу об этом точнее не сказать. Очень часто на различных государственных круглых столах звучит статистика о том, как наши судебные приставы успешно или там менее успешно или более успешно работают по исполнению производств в части алиментов, как они, значит, взымают алименты и какие они молодцы. Но я, на самом деле, за свой опыт ни разу не слышал ни разу ни одного отчёта судебных приставов о том, как они исполняют решение судов в части порядка общения и определения места жительства или изменения, например, места жительства. Вероятно, и я смею сделать такой вывод, потому что эта статистика будет как раз не в пользу этого ведомства, и поэтому, конечно, недоверие к этому ведомству и, наверное, даже и к руководству этого ведомства у нашего населения обосновано. Поэтому, конечно, мы призываем и научное сообщество, и все министерства ведомства внимательно прочитать этот указ президента о стратегии национальной безопасности. И я уверен, что каждый из наших государственных служб найдёт там место для своей деятельности и как поработать на благо нашей страны и отчизны. Я ещё раз подчеркну, что национальный интерес – это не только наши границы, это не наша территориальная целостность и экономическая безопасность. В первую очередь, это народосбережение, это то, кто мы есть. Это не только даже наша история, это в первую очередь наша культура и то ощущение, и та радость, которая почему-то ускользает сквозь пальцы от того, что мы являемся частью нашей великой страны. Спасибо. Спасибо, Максим Борисович. Ну что ж, у нас осталось не так много времени. Буквально по одному вопросу спикеру задам. Ольга Владимировна, вам тогда первый вопрос. В прошлом году вы обратились в Министерство юстиции с инициативой ввести уголовную ответственность за препятствие общения ребёнка с другим родителем после развода. Стоит ли нам ждать изменения в законодательстве? Так как это уровень всё-таки федеральный, мы эту тему обсуждали с Уполномоченным по правам ребёнка Российской Федерации Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Я получила поддержку и на уровне её аппарата Уполномоченной РРФ. И я думаю, что совместными усилиями мы всё-таки этот вопрос докрутим. Потому что всё-таки, ещё раз скажу, что это всё-таки федеральный уровень, а не уровень региона. Но поддержка эта и есть, поэтому надеюсь на успех. Спасибо большое. А Станислав Владимирович, вот есть вопрос, Вы об этом уже говорили, так если резюмируя, да, куда обращаться в случае, если ребёнок нуждается в поддержке специалистов и психологов, и где найти такие службы? Ну, на самом деле специалистов таких пока недостаточно. Вот я говорил, что в частности наша ассоциация занимается подготовкой таких специалистов, и на сегодня мы организуем работу горячей линии федеральной. Вот коллеги из Академии стратегических инициатив также работают над решением этой проблемы. Но я думаю, что было бы правильным, если совсем уж теряются родители, да, в первую очередь обратиться, наверное, к региональному полномоченному по правам ребёнка. На сегодня мы пытаемся наладить взаимодействие со всеми регионами, и так или иначе вот необходимую информацию, чтобы у каждого аппарата во всех регионах это имелось. Я хочу только дополнить по московскому региону, потому что, Станислав, они же все-таки ребята тоже и по России ведут работу. По московскому региону, если у вас такая нужда случилась, у нас более 30 центров, семейных центров, семейной помощи находятся по всей территории Москвы. Посмотрите, пожалуйста, на Мосру, вы можете увидеть. Там, между прочим, вы можете получить не только консультацию психолога, но вы можете и заключить договор на медиацию, на поддержку, на то, чтобы вам помогли разобраться и не разрастись этому конфликту. Поэтому пользуйтесь ресурсами, которые делает для вас Москва. И понятно, что вы не пойдете с этим вопросом в школу, потому что школьный психолог – это все-таки детский психолог. Понятно, что здесь нужны все-таки специалисты, о которых все спикеры говорили. Посмотрите внимательно, обратите внимание на семейные центры, которые в Москве созданы для вас. Спасибо. Александр Александрович, вам вопрос, наверное, вот как к эксперту-психологу, да, может ли считаться психологическим насилием воздействия родителя на ребенка и его попытки оклеветать другого родителя? Как вот с этим бороться? Вопрос, конечно, достаточно хороший, глубокий, да. Конечно же, когда мы говорим о том, что один из родителей воздействует целенаправленно, активно, с целью сформировать негативные отношения к другому родителю и негативный образ в глазах у ребенка второго родителя, то он на сегодняшний день даже у нас были написаны некоторые статьи, выпущены методические рекомендации Институтом Сербского по выявлению индуцированного состояния ребенка, то есть термин носит такое название, как психологическое индуцирование. И вот когда на эмоциональном, поведенческом, когнитивном уровне мы видим у ребенка признаки того, что все-таки он индуцирован, конечно же, получается, что совершено определенного рода психологическое насилие, потому что в основе такого негативного отношения, негативного опыта взаимодействия с отдельно проживающим родителем нет, но обвинение его в том, что он виноват в том, что вот все это произошло, занятие такое, знаете, позиции, что папа, допустим, чаще всего ведь отдельно у нас проживают отцы, к сожалению, он сатана в последней инстанции, такое мы от детей часто слышим, это очень сложно потом поправить, искоренить, то есть это психокоррекционная помощь нужна бывает долгосрочная, от полугода до двух лет. А в основе, повторюсь, такого отношения совершенно четко объективных каких-то ситуаций нет, так относиться к этому родителю. Поэтому да, мы считаем, что это психологическое насилие, конечно же. Спасибо. Елена Николаевна, вам вопрос, что же делать, если одна из сторон не идет ни на какие переговоры, ни с каким из посредников. Вот тут у нас от Вячеслава Витальевича вопрос. Я пытался, от него говорю, я пытался привлечь около десяти профессиональных посредников вопроса общения с детьми, и ни с одним из них бывшая жена не захотела ни о чем говорить. Знаете, есть такой термин – отлагательный эффект медиации. То есть на сегодняшний актуальный, например, момент не готова сторона пойти на процедуру медиации по той или иной причине. Может быть, недостаточно информировано, может быть, это связано с иными жизненными обстоятельствами. Может быть, это война ради войны. Но если этот спор медиабелен, то через полгода, когда отучаствует супруга в нескольких судебных заседаниях, может быть, разочаруется вообще в пользе и эффективности судебных разбирательств по этой категории дел, тогда вспомнит о том, что предлагалась такая замечательная процедура, как медиация, то есть урегулирование споров с участием посредника. Я сейчас произнесла такой термин – медиабельность спора. Многие исследователи синдрома отчуждения родителей говорят о том, что при наличии такого синдрома невозможно применение медиации. Я бы здесь высказала свое следующее мнение. Я считаю, что возможно применение медиации, но по другому предмету. Не по предмету, сколько мы сегодня или завтра будем общаться с ребенком и в каком формате, а как раз о том должны быть переговоры в форме медиации, как мы будем от этого синдрома избавляться. Пойдем ли мы обращаться к психологу, к какому психологу, чья еще помощь нужна. То есть вот эти организационные вопросы, они могут медиативным путем быть решены. Когда они будут решены, можно уже с другим предметом медиировать, а может быть к тому моменту уже стороны и сами научатся друг с другом вести диалог и научатся договора способности так называемой. Поэтому я думаю, что если даже адресность субъективного восприятия супруга бывшего, это враг, то есть это война ради войны, может ли это меняться? Да, это может меняться. Но если здесь и сейчас ситуация не медиабельна, нужно отпустить ее и информировать о том, что такая возможность существует и ждать того часа, например, той самой стадии исполнительного производства, о которой сегодня уже не раз говорили, это стадия, я ее называю грубо, четвертая стадия рака, когда совершенно уже все отчаялись, и начинается борьба с судебными приставами исполнителями, органами опеки, и втянуто огромное количество различных должностных лиц, и, собственно, уже забыли все о самом ребенке, занимаются разбирательствами друг с другом, как будто вот встали на эти рельсы, не могут никак остановиться и свернуть в нормальное направление. Поэтому, возможно, на этой стадии придет осознание, что можно договариваться по закону, это возможно в любой момент. Спасибо большое. Заговорили про медиацию, да. Максим Борисович, вам вопрос есть. Вот по вашему опыту, с кем проще договариваться? Кто чаще всего готов идти на компромиссы, женщины или мужчины? Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо. Я скажу так, что договариваться возможно только с тем, кто готов и способен на это. Потому что тут сколько угодно можно разделять мам и пап, мальчиков и девочек, женщин и мужчин, но на самом деле перед этой проблемой все равны. Если вы посмотрите на международную статистику, то там, где, например, у отцов проживание с детьми процент решения судов об оставлении детей с отцами, то там, например, процент отчуждения от отца к матери, то есть, когда отчуждается мать, там он будет выше. То есть эта пропорция, например, в ту сторону выгибается. А договариваться легче с теми людьми, те, кто в некотором смысле просвещены, потому что и я, и те, кто в нашей Академии национальной безопасности, и вот я знаю и медиаторы, и психологи, рано или поздно приходят к одному, что сколько угодно можно ужесточать мир, и это справедливо и правильно, и то, что неисполнение решения суда, это должно быть уголовной ответственностью, потому что это действительно серьёзное нарушение, особенно против ребёнка и всех вообще законов детства, которые самые святые в нашей жизни должны быть. Так вот, просвещение, оно имеет очень важную часть, потому что у нас почему-то не учат быть мужем и женой. Когда-то, я ещё учился в школе, у нас были такие уроки, когда нам рассказывали о домашнем хозяйстве, и мне в девятом классе я учился, или в восьмом, в девятом, по-моему, объясняли, что когда-то у меня будет семья, и я буду решать какие-то проблемы мужского характера. Мне повезло, у меня был отец, и я видел этот опыт того, как мужчины решают в семье. Поэтому договариваться можно с тем, кто оснащён этим знанием. Пусть он его даже и не принял, но он хотя бы знает о том, что это есть, как это должно быть. Вот, наверное, так я отвечу на этот вопрос. То есть стороны, которые приходят в договор, их необходимо тоже своеобразным и специальным образом подготовить. Потому что вот я поддержу здесь, Елена Николаевна, что когда медиация, например, сталкивается с невозможностью разрешения вопроса о порядке общения с ребёнком, ну вот не могут они договориться, 4 часа он будет встречаться или 3. И вот они один, значит, уперся рогом, и второй, значит. И вот мы видим, как два барана, как в притче, да, вот на этом бревне над пропастью пытаются не уступить друг другу, а столкнуть, значит, и вдвоём улететь в эту пропасть. Вот ведь о чём речь. Так вот, например, когда ты рассказываешь, хотел сказать, этим баранам, встречающимся этим сторонам о том, какие опасности преследуют не только их, но и какие последствия за этим шагом поступят, то пусть не сразу или там не в подавляющем количестве случаев, но удаётся всё-таки переломить эту ситуацию. Вот в моей практике, например, есть такие случаи, когда работая, потому что медиация, она предусматривает не только встречи, есть индивидуальные встречи, так называемые кокусы, когда ты можешь индивидуально поработать, немного поговорить с одной стороной, конфиденциально один на один. Вот в таких случаях удаётся каким-то образом найти ту брешь и, используя, скажем, как это называется, вопросную технику, этими вопросами с той стороне посеять сомнения, а правильно ли действительно она занимает эту позицию и стоит ли её занимать. Ну и, конечно, ком-медиация. Я, Елена Николаевна, извините, может быть, там вы дополните, но это тоже один очень важный инструмент, который нужно использовать медиаторам. Нужно привлекать специально, конечно, обученных психологов, которые имеют право выражать своё мнение в отличие от медиатора. Вот. А договариваться легче с теми, кто этого хочет. Вот. Хотят в сторону договориться, они обязательно договорятся. Спасибо большое. Благодарю коллег за вопросы, благодарю спикеров за ответы. Наша пресс-конференция «Как защитить свои родительские права и соблюсти интересы ребёнка после развода» окончено. Благодарю. Спасибо. Спасибо.